Приветища, это зомби эйхер и наши поездаты и приключения, но теперь я не один, я не одинок, со мной робопёс, которого мы будем сегодня апгрейдживать. Помимо этого в комментариях поступила куча советов, мол посмотри справа от поезда ты увидишь тропинку, которая уходит в озеро. Вот она уходит, тропинка, то есть эта тропинка уходила к самолёту, самолёт мы зачистили в прошлой серии, а эта тропинка идёт к озеру. И говорят, если ты увидишь там на озере, ну точнее вот озеро, а посередине островок, на островке есть какой-то домик или шалашик, или что-то подобное, и там есть что-то интересное. Типа, сходи туда. Я такой, ну ладно, посмотрю. Смотри, тут стоял зомбарь, вот плот, так что, по всей видимости, оттуда кто-то сбежал на этом плоту. Посмотрим, что у нас здесь. Понятно, клей-момент. Клей. Кто бы... Не, понятно, что это более утоляющие, это таблеточки, кстати, можно их закинуть себе в вратищи, потому что у меня 136 здоровья, это как-то маловато. И сейчас мы будем спускаться по течению. Так, оружие давай уберём, чтобы не намочить его. Вот так вот, все, погнали. Робопса я сюда, конечно же, не беру. Тут всё-таки вода, а он электрический, все дела. Батарейки замкнёт, и всё, робопса у меня больше не будет. Кстати, интересно, откуда он у меня появился? Начинал я один, приехал на поезде один, и потом бац, вот так по щелчку, и у меня по пояс, хотел сказать, пёс появился. Шерстяной пёс. Значит, многие писали в комментариях, типа, начни заново проходить, потому что это же будет круто. Да вы что, ну... Я уже два раза сначала начинал, если я сейчас третий начну, это будет полный абзац, я свихнусь точно. Зачем? Не надо. Для чего? Просто присмотрите старые ролики, если вам хочется всё заново. Да и к тому же разработчик обещал систему крепления новых вагонов к поезду осуществить, и вот тогда можно начать заново, чтобы там прицепить кучу вагонов, и твой поезд был длиннющий-длиннющий. Вот тогда будет интересно начать, а сейчас я не вижу смысла. Итак, мы, значит, на острове. И да, действительно, здесь есть небольшой шалашик. Здесь кто-то жил. Ну, прям реально Форест, блин. Капец. Значит, тут у нас записочка. Вот про что мне говорили, что тут что-то интересненькое. А-а-а, у меня уже рюкзак забит. 46 килограммов из 60. Давай почитаем, что там на записке написано. Меня зовут Мартин, и я единственный выживший в крушении самолёта. Опа-на, вот это интересно. Из-за травмы ног я не могу отправиться по пути к ближайшим поселениям, и вынужден выживать на этом острове. Чтобы добыть пропитание, мне приходится посещать самолёт, но многие погибшие обратились в зомби и бродят внутри или вокруг самолёта, что всё больше осложняет его обыск. Чёрт, я никогда не вёл дневников, но мне всё хуже, и мне хочется оставить о себе хотя бы небольшую историю. Мартин, мы будем помнить тебя. Я нашёл твою историю, мы её прочитали. Мы будем знать, что ты был выживший из самолёта. Ты пытался выжить в этом суровом месте, но, к сожалению, скорее всего, это и был Мартин, который вот там вот нас встретил возле плота, которому я разрядил одну обойму свинца в голову. Эх, Мартин, прости меня. Но что поделать, ты был зомби, а я живой. И теперь я унесу твою тайну с собой. Значит, тут больше, наверное, ничего нету. Да. Тут больше ничего нету. Сейчас я посмотрю, мало ли, вдруг на той стороне тропиночки какие-нибудь. Да не, нифига. Вон тот мостик мы проезжали в прошлой серии. Короче, всё. Тут всё. Возвращаемся обратно. Врубаем скорость и едем в следующую локацию. Напоминаю, что обновление заключается в двух новых локациях. Одну из которых мы прошли в прошлой серии. И вторая локация. Мы в неё сейчас поедем. И, к сожалению, на этом будем, походу, закругляться и ждать... Опа! Стоп, 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 стоп. Будем закругляться и ждать новых обновлений от разработчиков. Надеюсь, что они быстро выйдут. А у меня уже сил нету. Ой, я сейчас буду тонуть. Да, я тону. Но, слава богу, я тут поблизости был. Значит, у меня обезвоживание. Конкретно обезвоживание. Сейчас я водички попью. Вкинусь, я не знаю, вот бабами. Чтоб проперделся так знатно. Бабами сейчас вкинемся. Водички ещё раз выпьем. Потом энергетик бомбанём, чтобы у меня глаза из орбиты вылезли. Такие креснючие, с венками. Давай, выпьем на всякие пожары. И быстренько драпанём на ту часть острова. Давай, погнали. Леди го. Сранно, конечно, что я не воспользовался платом, чтобы перебраться через это озеро. Тут ещё и течение. Ты посмотри, какое. Меня, по идее, должно уносить вон туда, вдаль. Но я как бы молодцом держусь. Хорошо, что выносливость прокачал. 200 выносливость – это как раз ровно столько, сколько нужно для преодоления такой речки мощной. Ну, это озеро. Но вот тут вот, можно сказать, кайма реки. Вот, ещё чуть-чуть. Ещё чуть-чуть. Давай. Ну, давай же. Чё так уме... Мне показалось, что я в прошлый раз быстрее доплыл. Или я пока разговаривал, мне так показалось. Наверное, показалось. Ой. Пол серии мы просто плыли в одну сторону и в другую сторону. Это капец. Мартин вон он лежит. Эх, Мартин. Интересно. Он, видимо, хотел уже сбежать с острова, но у него что-то не получилось. Возможно, его кто-то куснул. Мартин, Мартин. Сорян. Значит, всё. Садимся в поезд и чешем отсюда. На своих трёх вагончиках. У меня же их три. А, нет. У меня два вагончика и один тягач. Всё. Тут всё зачистили. Если что-то есть, кричи, пиши. А я сюда уже всё равно не вернусь. Ма-ха-ха-ха. Так. Ладно. Пёсель тут, конечно, мешается. Ну да пофиг. Всё. Запускаем наш грандулет. Поехали. Все ушли. Ой-ой-ой. В обратную сторону. Нам в другую надо. Погудим, чтобы все зомбари отбежали. Чтоб никого больше не сбить. А то мы одного жердяя уже разможили своим поездом по рельсам. Кстати, хорошо, что он стоял на рельсах. Иначе я бы пропустил эту тропинку. Вот. Ну чё, летч гоу. Наши путешествия продолжаются. Ну а пока мы едем. Сейчас должна локация смениться. Я предлагаю пойти к верстакам. К нашим крутым. Блин, вот этот верстак надо будет потом всё-таки поменять местами. Ну, в смысле, крутануть его. А то он совсем в неудобном положении стоит. Посмотрим, чтобы нам сделать сумку. Нам нужна сама сумка. А где мне её сделать? Мне её нужно сшить, скорее всего. Нам нужна швейная машина. А вот это? Это тоже надо сшить. Хорошо. Получается, нам нужно сшить сумку. А для этого стол, фармацевт, оружейный верстак. Швейный стол. Где у нас? Стол портного. Вот он. Швейная машинка нужна. Для... О! Смена локации. Готово. Ладно. Я пойду вперёд, пробегу. Там ничего не пропустить нужно в новой локации. Буду как сторожевой пёс вот так вот всматриваться. Чтоб ничего не упустить. Чтоб ничто не ускользнуло из моего виду. Оба, оба, о-о-о-о. Парарисовочка началась. Вот здесь вот нам надо тормознуть. Скорее бежим. Бежим, бежим. Тормозил. 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 Опа. Зажигание вырубил. Здравствуйте. Что это такое? Это привалочный пункт какой-то. Соорудили по-быстренькому. Вот так вот. Кстати, дай-ка я кое-что проверю. Не. Руки отделить молотком не получается, к сожалению. А это что, ухо? Или часть башки? А, это часть башки, конечно же. Но ухо же тоже часть башки. Но это не ухо. Значит, ладно. Подожди. Стапе. Прежде чем мы отправимся в дальнее путешествие, нам нужно решить вопрос с робопсом. Конечно, его мог бы здесь оставить, но нет. Нет, нет, нет. Это новый член семьи. Я обязательно беру его с собой. Я не буду на своем горбе таскать кучу всякого барахла. Для этого у меня есть ты. Мой шерстяной. В кавычках робопес. Значит, нам нужна швейная машинка. Где мне ее соорудить? Швейная машинка. Вот она. Значит, нужны вот такие запчасти. Они у меня где-то лежат. Кстати, вот. А, чтобы железо переплавить, мне еще плавильная машина нужна. У-у-у-у. Как все сильно-то завертелось, забылось. Значит, вот она у нас плавильная печь. Ладно. Сейчас я найду запчасти для нее. Где-то что-то у меня тут валялось. Пойдем искать шестереночки. Вот они. Пожалуйста. И еще чуть-чуть железячек мне нужно. Тоже пятюню давай возьмем. Все бодро. Бодро. Отлично. Теперь кряхтим, пердим. Яс-салям алейкум. А, нет. Это не то. Не то волшебное слово. Семь салабим. Рахат лукум. Бабах. И все. Наша плавильная готова. Сейчас мы ее поставим. После плавильни мне нужно теперь швейную машинку сделать. Но для этого нужно переплавить в начале слитки. А швейная сюда. Куда мы тебя поставим? Ну, давай его здесь вот вот к нем. Главное грамотно поставить. Вот. Теперь закручиваем болты. Гаечки, шурупчики. Есть. И вкидываем сюда, ну скажем... Ну, два слитка мне вполне должно хватить. Да, теперь я могу отходить и все будет плавиться само. Раньше так не работало. А, я же еще могу вещи оставлять на полу. Вот, например, биту сейчас... О, вот это круто. Вот это я понимаю. Биту. Так, хорошо. Тут у меня переплавилось один слиток, как раз, который мне нужен. Слушай, я что хочу? А могу я биту повесить, например, на стенку? Не, на стенку не могу. Эх, было бы круто. Вооружение на стене. Это бы смотрелось, это было бы опупительно. Возвращаемся к нашим швейным аппаратам. У меня тут все готово. Вот швейная машина... А, железа нет. Сейчас, сейчас. Не вопрос. Я же все переплавил. Не вопрос. Берем адское количество железа. Там, с десяток. Люблю десяток. Теперь. Швейная машинка есть. Швейный стол. Верстакан. А, швейный стол делается у нас здесь. Стол портного. В смысле швейной машинки? Нет, я же ее сделал. Я же ее забрал, да, вроде? Нет? Погодите-ка. Как это? Я ее, оказывается, не сделал. Почему? Что это меня проглючило-то? Ммм, таблеток попить от жара. Начинаю отглючить. Значит, швейная машинка имеется. Стол портного. Создать. Нет, не катит. Надо машинку в инвентарь закинуть. То есть, то, что она здесь лежит, это вообще никого не волнует. Это не в инвентаре у тебя она. Все. Столико готов. Столико. Как говорю, говорю как алькоголик. Ставим, значит, его. Сейчас я переверну. Сюда. Вот таким макаридзе. Ну, тут, наверное, молоток нужен. Он же деревянный, правильно? Давай, молоточек. Бах. Ага, точно. Забиваем гвозди. Значит, портного. Стол готов. Смотрим, что я тут могу сделать. Куча сумок, куча ботиночек, спальный мешок. Это офигенно. Я теперь могу спать где угодно. Я просто расстилаю спальный мешок и все. И дрыхни хоть на траве. Грубо сшитый спальный мешок поможет вам провести ночи вне поезда. Но степень уюта и стресс не дадут хорошо выспаться. Надо сделать. Это офигенная штука. Прям вообще классная. Обычно, когда ты на вылазке уходишь куда-нибудь далеко, и ночь наступает. И ты хочешь, чтобы эта ночь как-то побыстрее прошла. И вот тебе спальный мешок. Это же классное решение. Спасибо тебе, разработчик. Я сейчас его и сошью. Буду с собой таскать. Он вроде не должен быть таким тяжелым. Пошла моя швейная деятельность. Скоро бизнес буду открывать. Это, знаешь, это мой мерч. Шпальные мешки. Захочешь такой, покупай. Заходи в интернет-магазин, покупай шпальные мешки от BigStore. Шпальный мешок готов. Тканевая сумка. Нам ткань нужна. И желательно по несколько штук. А, подожди. Давай посмотрим, чем сумки-то отличают. Тканевая сумка. Тканевая сумка для установки на устройство хранения робота. И кожаная сумка. Они ничем не отличаются. Просто кожаная. Для кожаной кожи, соответственно, для тряпичной тряпка нужна. То есть, как бы... Ну, мы сошьем две. Если у меня кожа, конечно, есть. Сколько там надо было? Давай тоже 10 возьмем. Кожа есть. Кожа нужна. Нужна кожа. А кожа, возможно... А, вот есть кожа у нас. Отлично. Тоже 10 возьму. Выделка кожи. Значит, делаем одну сумку. А, есть. И делаем вторую сумку. И я сейчас попробую сделать еще одну сумку, наверное. И посмотрим, смогу ли я три сумки нацепить на нашего робо-пса. Или нет. Есть три сумки. Бежим сюда. Робот, у меня есть для тебя новые модификации. Ну, во-первых, давай я попробую спальный мешок на тебя нацепить. Было бы прикольно, да? Робот идет, а я на нем сверху сплю. Это гениальное путешествие на роб... А, я не забрал сумки. Гениальное путешествие на роботе. Даже пояс не нужен. Ты спишь, а робот идет. Сумки забираем. А это, конечно, неудобно, что сумки, которые ты делаешь, и вообще другие предметы, они сразу тебе в инвентарь не кладутся. Если забыл, то все. Значит, вот сумка. Вот сумка. Вот сумка. О-о-о! Хм, а где сумка? Я сумки положил, но я их не верю. Подожди, дай включим. Включен. А где сумки, собственно? Уберите оружие. Ну, я убрал. А сумки-то где? Может быть, их не видно, потому что... Ну, давай я одну уберу. Я не понял. Почему-то вообще ни одной сумки не видно. Что сделать? Они же должны быть видны. Хм. Ты пойдешь за мной? Так, ну если я сумку не вижу, то, соответственно, и взаимодействовать я с ней не могу. Как бы, это же логично, правильно? Улучшений тоже никаких нет. Устройство. М-да. А было... Серьезно? Я вот так вот могу? Три сумки на одно место? Ну, короче, тут куча багов, глюков. Разработчик еще эту тему не доработал. Эх. А было бы прикольно. Но тут, по идее, я видел на фото, что вот тут вот сумки прям вот лежат у него на спине. И ты можешь их открывать и взаимодействовать, как со своим инвентарем. Ну, блин. Ладно. Ладно, хорошо. Может быть... Давай я вот так вот сделаю. А там посмотрим. Может, у тебя что появится, получится. Теперь атаку я сделаю агрессивной. Хочу посмотреть шквальный огонь в противника с максимально допустимого расстояния. Но у нас нет оружия, соответственно. Он не может ничего сделать. Прицельная стрельба. Пассивный. Ну, короче, атаку можно отключить. Я думал, что он будет своими копытами бить. Зомбари. Но это как-то глупо. Правильно же? Отступление включено. Батарейка у него не садится. С прошлого раза. Здоровья у него полно. Зомбари на него не реагируют вообще никак. Им главное мозги бы высосать из меня. Значит, что еще? Собственно, по швею я закончил. Модули мы проверили. По инженерке у нас тут вот такая фигня. Еще патроны можно делать. Патроны. Но это скучно. Вот он. Процесс для снаряжения патронов. Ладно, давай мы сейчас сделаем. Баяем. Есть. И куда его поставить? Он вообще большой, нет? Подожди, а как я вещи-то доставал? Стоп, 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 стоп. Я только что... Вот. Вот, пожалуйста. И вот это вот тоже... Ага, вот, все кладется. Подобрать могу, взаимодействовать не могу. Нужен, видимо, стол по-любому. Хм. Странная какая штука. И по всей видимости, ты один раз что-то зарядишь, и он все, он сломается. Потому что там вот единичка справа внизу. Ладно, сейчас погодь-ка. Дай-ка я еще столик. Оружейный верстак. А-а-а, он для верстака нужен. Вот я. Капец. Есть. И сейчас мы его установим. Где бы его установить-то? Еще бы крышу над головой сделать, потом бы уже оснащал бы вагон всем необходимым. Да? Но вот что-то пошло не по плану. Сколько времени-то у нас? Что это уже? 15-12, нифига себе. Верстак готов. Вот так вот он выглядит. Ранее, кстати, его не было. Динамит. Дымный порох. Связка динамита. Ммм, какие интересные штуки тут появились-то, а? Ты посмотри-ка. Еще и какая-то руда новая. Вот это вот порох, скорее всего. Короче, вот это... Я не знаю, где это добывать. Что это такое? Это какая-то новая штука. Ранее я ее не видел. Все. Робот, ты где? Пошли. Сумки у тебя, да? Которых не видно. А, патроны забыл. Патрон. Да что ж такое-то? Все, патрончики взял. Соточку опять. В АК, конечно, патрики кончаются нереально быстро. Ну ладно, у меня с собой дробаши, гранаты. Значит, куда пойдем? Можем вон туда пойти. Вон там зомбарь. Кстати, жалко прицеливания? Нет. Все, вот я не могу к плечу приставить стол и прицелиться нормально. Раньше, по-моему, была такая возможность. Или я уже давно просто не играл. Так, еще я помню, что мы можем разбирать, допустим, вот... Вот это вот мы можем разбирать. Да. Уберите оружие, чтобы взять предмет. Но я не хочу брать предмет. Я просто хочу это разобрать. Так, вот молоток, допустим. Я же могу. Молоток. Давай раскурочим просто вот это все. Нет. Хм, странно. А, вот разобрать появилось. Ладно. Фермеры местной долины занимались возведением хорошей обороны. Возможно, это помогло им выстоять против новой волны зомби. А-а-а. Погоди-ка, погоди-ка. Поселение выживших находится очень далеко. И неизвестно, что ждет меня по дороге. Мне стоит хорошо подготовиться к этому опасному путешествию. О-о-о. Песик, я не зря тебя взял с собой. Еда есть. И хорошо, что я спальный мешок еще сшил. Это очень кстати. Че ты там пищишь? Давай-ка мы сделаем вот так вот. Прострел в черепухе. Не увенчался успехом. Значит, мы можем вниз спуститься. Блин, жалко, тачки не работают. Был бы прикольно, на тачке еще поездить здесь. Может, в полноценной игре это реализует. Значит, смотри, вон там вот есть выступ какой-то. Здесь можем пошариться. На горку мы всяко раз не залезем. Прыгать мы не умеем. Там вон тоже выступ есть. Возможно, если я обойду горку, то я смогу туда как-то залезть. Здесь точно не обойду. Сейчас я с другой стороны проверю. Короче, сбегал я туда вдаль. Там гора. Вот это продолжается вот так вот вдаль. Идет, идет, идет. И на нее никак там нигде не взобраться. Просто огромная стенка из горы. Поэтому я даже не знаю, как туда наверх попасть. И я потратил огромное количество времени. 17.05. Пожалуй, мы сейчас вернемся на поезд. Поспим и потом отправимся туда. Потому что в ночи туда идти я как-то вообще не хочу. На поезде всяко безопаснее, чем на травушке в лесу. Под открытым небом. Где на тебя в любой момент может напасть зомбарь. Я полон сил, урчит живот. Хочу я срочно в туалет. Так, надо поесть. Сколько у нас времени тогда? 7 утра. То, что нужно для похода. Закидываемся. Хотел сказать, что это паштет. Но это фреш фиш. Свежая рыба написано. Это значит, что у нас селедочка консервированная. Поели, попили, пописали. И взбодрили десна, как говорится. Взбодрили мышцы. И все, можем бежать. Надеюсь, наш робот не сломается в пути. Сумки у него так и не появились. Я думал, переночую. И каким-нибудь чудом они там возведутся. Но нет. Значит, ладно. Идем вниз. Сейчас посмотрим. Вот тут ящик огроменный древесина. Сейчас выясним, что... Ох ты! Блин, а что так страшно-то? Капец. Благо, что тут не так много зомбарей. Песили, ты сюда спустишься? Нет, как-нибудь? Песик, спустись ко мне. Блин. Вон он идет, идет, идет. Интересно, как ты ко мне сюда подойдешь? Ты спрыгнешь? О, красавчик, он прыгать умеет. Мой друг, мой верный друг, меня в беде не бросит. Пусто. Есть куча материала, которые я не хочу брать. Зачем? Зачем накидывать себя тяжелыми какими-то материалами? У меня сколько там? У меня 300 килограмм за спиной, а робопес себя ничего не вмещает, потому что глючит. Поэтому не буду брать лишний груз. Так будет легче бежать и веселее. Тропиночка показывает нам, куда чесать. Покажет, все хорошо. Тут какое-то болото конкретное. Лягуха нет. Было бы прикольно, если бы тут лягухи квакали. И жаба. И запах такого болота. Романтика. Лесная романтика. Хотя на болото это даже не похоже. Вижу. Вижу кое-кого. Потому что это похоже больше на ручеечек. Я от тебя пробегу вот так вот тихонечко. Ты даже меня не слышишь. О, там машуня стоит. Ты меня даже не услышишь. Смотри. Чап-чап-чап-чап. По водичке. Чап-чап. Опа. Опа. Нифига себе. Откуда ты взялся? А, так они меня даже не слышали. Ну, я и не буду на них патронов тратить, значит. Ага. Сзади такой прибежал. Вы что, в город идете? Кажется... Что-то они хотели сделать, но такие... А, пофиг, короче. Давай постоим и потупим. Так. Ну, пусть поставят... О, машуня. Надо очень тихо передвигаться. Где мой робопес? Блин, робопес, ты куда делся-то? Вон там не он стоит, смотри. Нет, это не он. А, вот ты где. Я тебя вечно теряю. Если бы у него была турель, и он бы постоянно стрелял в кого-то, это было бы попроще. Так. Ладно. Хорош. Два выстрела. Это... Конечно, с одного было бы удачно убить его. Но... Патронов у меня пока в достатке. Дефицита нет. Дефицита витамина патрончатого нету. Тихонечко перебираемся. Дорога будет даль... Опа! Сера! А вот тебе и сера, которая нужна была для патронов и динамитов. Хо! Почему же она в воде находится, интересно? А кто ж её знает? Чунгачкук, шпакляк. Промахнулся! Ещё раз! Ты чё, блин? Я из-за тебя. О, у него зубы зубочистки. Может, это драть парочку? А то у меня зубочисток нет. Ковыряться в зубах нечем. Так. Вот это я понимаю. С одного выстрела. С одной тычки. Сейчас надо выпить моих болеутоляющих, чтобы не заразиться зомбоящерством. И теперь мне нужно ещё, 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 ещё бинтиком перевязаться. На всякий вопрос. Всё. Значит, болеутоляющие и бинты, они дезинфицируют всю инфекцию. Убирают вообще всю инфекцию зомбоящерства. Я точно не стану зомбарём. Я продолжу существовать как человек. А вообще, я думаю, что у меня иммунитет. И я не превращусь, и не обращусь никогда в зомбаря. Потому что сколько раз меня кусали, сколько раз меня долбили толпой. А я всё, живу и живу. На поезде всё, катайся, катайся. Машунька бежала, бежала и не добежала. А тут вот сера где-нибудь есть ещё? Не, нету. Не видать. Сейчас с другой стороны ещё посмотрю. Сера это, конечно, хорошо. Побольше бы... О, пожалуйста. Значит, две серы. Ещё одна. Нифига себе, я богат. Я серу нашёл. Ушную. Зомбари тут наскидывали мне. Ладно, чешем дальше. Чешем дальше мы с тобой. Я как красная шапочка, которая несёт пирожки бабушке в деревню. Бабушка... А, нет, она же от бабушки, наоборот, бежала. А куда она бежала-то? Подожди, она... Ну, она к бабушке шла, точно. Она от матушки к бабушке шла. Что-то я затупил. Я думал, что она от бабушки... Бабушка напекла пирожки, и она понесла от бабушки пирожки кому-то там. Может, своему молодому человеку. Но нет. Сказка по-другому писана. Красная шапочка. Пирожочек хочешь, мадам? Ой! Ой, ой, ой. Кажется, я пирожочек отхватил. Едкий, вонючий. Блин, патроны закончились. Я такой щелк и обосратовский. Спасибо. Пирожочек был очень вкусный. Едкий, прям до слез. Опа-на. Опачки. Вот это постройка. Слушай, а может быть, надо было истреблять всех этих зомбарей? Потому что, ну, как бы... Я в город подхожу. Вдруг потом на меня облава какая-нибудь побежит конкретная. Вот из этих зомбарей здесь лесных. Ну, нормально. А они тут отстроились-то. Очень неплохо. Такую стенку шикарную построили. Балкончики. Машиночки. Ух ты ж, блин. Стенку-то они поставили, а вот... Ну... Палки. Ну, что-то не убивается, чуваки. Стенку-то они поставили, а что ворота-то не закрыли? И что-то я сюда на стенку-то взобраться даже не могу. Серьезно? Я даже на стенку взобраться не могу, да? Так неинтересно. Я обиделся. Машуня. Да, Свидуня. Это как-то нечестно. Я хотел на балкончик подняться. А поскольку я прыгать не могу, я сюда залезть тоже не могу. Открой щитик. Щитик свой. Покажи личико. Спасибо. Да, это прискорбно. Значит, вон там дома, вижу. Дорога здесь расходится. Туда-сюда. Значит, чики-брики, мальчик. Нет, нет, нет. Какую-нибудь другую щиталочку. Значит, вышел, шишел, получил по... Нет, тоже плохая щиталочка, блин. Какую бы щиталочку? Значит, вышел заяц на крыльцо, почесать свое... Нет, это тоже не то. Длинная слишком. Так, значит, какой бы... Раз, два, три. Палец покажи. Так, подожди. Раз, два, три. Нет, подожди. Раз, два, три. Палец покажи. Все, сюда, значит, идем, да? Несмотря на то, что там дом виден, мы идем по щиталочке налево. Я здесь ни при чем, это все щиталочка. О, там поле есть. Ничего себе прикольно. А, ну так это ж фермеры, точно. Мы же вначале прочитали, что это фермеры. И здесь домик тоже. Ну, круто. Круто, круто, круто. Это они такой участок себе тут сделали. Там стенку защитную поставили, как китайскую стену, знаешь, такую здоровенную. Но все равно их это не спасло. Их сожрали, мозги высосали и обратили в зомбарей. Интересно, в этот домик я зайду. Тут все заколочено вот так. Машинка. Я уже очень далеко убежал. Очкую немножечко. Маша. Да, блин. Вот именно на Машке все заканчивается. Я имею в виду по патронам. Я могу, конечно, АК достать. Но оно неэффективно. Дробаш мое, все. Машуня. Машуня. Я сзади подойду. На твои классные косички посмотрю. Терну за них. И башка твоя отлетит к черту. Посмотрим, что у нас в машине. Фигня какая-то. Тоже фигня. А, это ты пришел? Почему зомки не тащишь? И шаг долбанный. Попробуем зайти. Ух ты. Я вышел из бухты. Нифига себе. Нифига себе. Так я могу тут, в принципе, и остаться. Это хороший, уютный дом. Смотри. Тут у нас есть стол портного. Хочешь что-нибудь сшей? Хочешь не сшей? Биту сделай. Электропечь. Блин. Вообще роскошно. Я тебе хочу сказать. Мне бы обувь починить. У меня тут с обувью. А, у меня не только с обувью. У меня и с каской, и с броником. Немножечко проблем. Вот, значит. Смотри-ка. Как мне сделать порох? Где мне его достать? Как мне сделать сам... Ну, не порох. Я не знаю, что вот это вот. Что это такое? Простой порох позволяет создавать несложные взрывчатки, пистолетные патроны, и патроны для дробовика. Да? Серьезно? Патроны? Что-то я их тут не вижу. Только динамит, смазка... Ой, смазка. Связка динамита и дымный порох. Хм. А где вот эту фигню? Что это? Это угольки какие-то? Или это порох в своем изначальном исполнении? Где его? Дайте мне порох. Вот тут... А, вот. Древесный уголь. Ха. Это уголь. Все. Сейчас сделаем. Сейчас будет. Тут где-то древесина была. В машине, по-моему, была, да? Ну, в капоте-то, конечно же нет. Нет, древесина нет. Блин. Ладно, я сюда вернусь. Пойдем через поле пробежим. Посмотрим, что-то. Красные маки. Ромашки. Ммм. Можно собрать пшено. Или это кукуруза? Что это? Это не... Похоже на кукурузу, но... Но какая-то странная кукуруза. Вон там, смотри, кто стоит. Грабитель. Не годяй. Было бы прикольно здесь кинуть сейчас в кустах гранату, чтобы вся кукуруза, земля и вот это все вот нафиг взлетело. Опа, а это что такое? Это канал. Водоканал. Ничего себе. Нет, туда я прыгать не буду. Не хочу, не буду. Вон там здоровенный домик. Что же нас там ждет, интересно? Сейчас поглядим. И там еще домик. У-у-у. Делов-то тут вагон, на самом-то деле. Ладно. Тихонечко пробираемся в тыл врага. Нам нужна древесина. Здесь пока... Крыша, смотри. Крыша обвалилась. Кто-то явно полез на крышу чинить что-то там и... Профукался. Ладно. Ака, давай. Настало твое время. Акашечка, акашечка. Готово. Да. Машуня, стопэ. Куда ты побежал-то? Я здесь. Ох, как разлетелась-то в щепки. Ее головушка. Здесь у нас двигло. Двигло мне не нужно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая красивая картина. А ты там что зашкерился? Захолод... О, патроны кончились. Выходи. Из холодильника. Дерзкий типок. Значит, в холодильнике у нас вода возьмем. Это пригодится всегда. Еще вода? Здесь пусто. Таблетки в печи. Их что, запекают, что ли? Я узнал тайну фармацевтов. Они таблетки производят как? Правильно. Запекают в печи. Таблетки... О, вода и батончик шоколадный. Заходи, не бойся, не стесняйся. Чувствуй себя как дома. Здесь у нас что? О, здорово. Здорово, вы что делаете? Барлинский. Что, с ума сходите? Дверь не ломайте меня. Я тут, может, жить за... Захочу. Пусто. Хотя нет, не пусто. Бусто, бусто, пусто. Не бусто. Не густо. Вот. Здесь у нас ванна. Сральная. Ванна сральная. Ох ты, щитом. Патрики кончились. Ааа, беги. Беги, беги, беги. Патроны, патроны, патроны. Черт. Я думал, я сейчас в ванну забегу, но нет. Чувак, я вообще-то здесь. Зачем ты дверь ломаешь? Привет. Ку-ку. Еперный. Ладно. С этим тут разобрались. Чё-то, по-моему, с обновлением зомбари стали ещё тупее. Они и так были тупые, но стали сейчас ещё тупее. Тупые ещё тупее. Хорошо. Либо я просто поумнел. Ой. Ворост. Ворост. Возраст. Хворост. Упал. Упал. А тут двоечка. Может быть, я сладкую парочку-то и не хотел. Виксовываю. Мне бы и одного хватило зомбаря. О, телик какой роскошный. Он интересно работать? Нет, нет. Книжечки. Пусто. Нифига себе вы тут расколосмарили до мину. Я тебя вижу. Теперь нет. Да. О, патроны. Неплохо тут. Устроились фермеры. Отличное место вообще на самом-то деле. Блин. Какие вы беседы. Скука вас там. Вы чё? Нифига сих толпа. Вы чё там в комнате-то заперлись? Как так вышло-то? Как это вышло-то? Там вон ещё кто-то что-то ломает. Давай я тебе помогу. О, привет. Ты же сюда не пройдёшь. Либо тебе стенку придёшь. А, он двери хочет вышибить. А ты мне ничего не сделаешь? Значит, давай посмотрим, что они тут делают. Опа. Припасы. Очень хорошо. Медикаменты. Гранаты. Да тут прям артиллерия целая была. Точнее, вооружение для артиллерии. Или артиллерии... Ай, ладно, запутался. Пофиг, неважно. Артиллерия это же машины. К чему я это вообще... Значит, пойду... Ужасно, как у тебя рука трясётся. А здесь сейчас тоже загляну. Всё, обышу. Уверен, что в домике должна быть какая-то записка. О, на крыше можно выползти. И туда проникнуть. О, неплохо. Интересный маршрут у нас тут открывается. Здесь ничего. Там я был. Значит, идём по крыше. Снова эта картина. Цветная, с цветочками. Но куда ты, мальчик мой? Куда ты бежишь? Хорошо. Хорошо. Ох, хорошо. Принял их свинец. Здесь у нас ничего. Красная дверь. Никого? Обожаю красные двери. Вообще всё красные. Кнопочки красные, двери красные. Так, надо перезарядиться, я думаю. Патроны кончились. Где моя бита, хотел сказать? Но молоток тоже подойдёт. Перезаряжаю всё. Фух. Пёсельмашку там зажал. Ты давай это поаккуратнее. Как бы покуманнее будь с мёртвыми-то. Обчистил. Дайте я пройду. Мистер пёс. Медикаменты тоже возьму. вот это арсенал ты удачность убежал так ну такими темпами можно воспользоваться и гранатой еще одну ох хорошо как пошла даже дверь не выше еще одну гранатку и вот так вот еще бобок марк гранаты не берут машку не меня не менее меня не ой хорошо вот это прям я понимаю тебя разнись руки оторвал но она еще жив чик стой 100 куда побежал подожди на тягачным ключом и часто нафиг задохнуть конкретно теста иado так мне нужно нет она не готова убежал как это дерзкой Машка попалась. Сейчас я аптечника перебентуюсь. Пожьём, посидим, попьём. И можно дальше разбираться с Машкой. Ну, конечно, крепыш, крепыш попалась. На тебе. Крепыш. И всё забираем. Вот это я, конечно, понимаю. Встречает гостей. Нормальненько так. Ну, они тут фермеры, видимо, надолго собирались оставаться, учитывая их запасы. Картошечка. Давненько не ел картошечки. Забираем всё. Здесь у нас что? Здесь у нас фигня. Пустая. Гранаты. Это хорошо. Конфетки. Как же конфетки? Точнее, шоколадки, батончики. Чуть не забыл. Я же ещё тот сладкоежка. Сладкая. Всё забрать. Пойду ещё раз посмотрю, что у нас там. Где эта комната? Тут я всё обыскал. Вот она, эта комната. Тут пусто, тут пусто. Патроны. И даже никакого нового ствола. Ничего интересного. Скука-то. Единственное, древесину я так и не нашёл. Куча всякого бухла. Ну, в смысле энергетиков, соков, воды, еды, таблеток. Но древесины... А, так а чё? Чё я? Чё я? Чё я? Мебель же можно разобрать, правда же? Мебель я могу разобрать только стулья. Стулья какие-нибудь. Здесь у нас ничего. Как мне отсюда теперь выбраться? А так же, как я и пришёл. Открыть. О, древесину нашёл. Отлично. И здесь ещё есть. Коробки не разобрать. Здесь тоже можно открыть. Ещё древесинку нашёл. Очень хорошо. Свидет сверху. Прекрасно открыть. Там ещё домина. Ё-моё. Да, вот это... Ух, сколько тут домиков-то. Там, там. Вон там он ещё трап... Или я оттуда пришёл. Подожди, я вон там был. Да, я вот так вот пришёл. Нормальный тут участочек такой хорошенький. Так, ладно. Короче, побежали вон туда, обратно. Ой, 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 упал. Я хочу сделать динамит и пороховую эту штуку. А, сейчас, подожди. Я попробую стулья разобрать. Вот эти вот стулья, их же можно? Да, отлично. Сейчас мы древесину возьмём. Наделаем, во-первых, домовую завесу. Потом несколько динамитов. И... Всё, я думаю, мне это хватит. И попробуем это всё использовать. И на этом всё. А в следующей серии мы пройдём дальше немножечко и зачистим остальные дома. И я вернулся, чтобы сделать динамит. А, ну сперва нам нужен, конечно же, бочка, из которой мы получим древесный уголь. Нужно было сразу всё, наверное, вбахать. Давай вот так вот. Всё, она переделывает. Она, кстати, дымит? Не, не дымит. Хотя вот тут что-то дымит, смотри-ка. Так, значит, уголёк готов. Два угля есть. Теперь... А в шкафчиках есть чё? Ух ты ж, нифига себе. Чё это я раньше что-то сюда не посмотрел? Тут пусто... О, тут древесина, оказывается, была. Надо было тут просто по ящикам пошарить. И всё. А я не пошарил. Не надо было бы никуда и ходить. Так, теперь динамит. Для динамита нам нужно вот сюда. Значит, порох. Есть порох. Давай, значит, порох делать на всю. Сколько серого у нас есть? Столько и делаем. Недостаточно ресурсов. Чё это? Сейчас у меня будет уголь. Значит, первая пороховая дымный порох. Его можно вообще использовать? Нет? Простой порох позволяет создавать несложный взрывчат. Нет, его просто так, видимо, как дымовуху, использовать нельзя. Подожди, сейчас я проверю. А, не забрал. Всё, дай кину. Ну-ка, достань, покажи. Ты достанешь, нет? Чё-то... Нет. Дымный порох юзать нельзя. Хорошо. Погоди, может, как-то активировать этот модуль надо? Или, может быть, вот так как-то поставить? Нет. Так тоже не ставить. А если я вытащу просто? О! О! Гляди-ка! Гляди-ка! Вот как надо ставить сумки-то. Походу. Но это не точно. Значит, вот я сумку кладу. Но он шевелится, но сумка не эта. Не закреплена. Ну-ка, иди сюда. Ха-ха, нет. Так не получится. К сожалению. Ого! А как это так вышло? Что, у меня тут порох положился? Интересно. Интересно. Смотри, как я могу туда вещи-то кидать. А? 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 Так, подожди. А сумка другая? То есть, я, наверное, вот так вот могу? Нет, так не получается. Ха. Странненький, странненький. Ну ладно. Ну ладно. Хорошо. Значит, теперь я могу сделать динамит. В смысле, вот у меня порох. Динамит делаем. И связку. 7 динамитов нужно для связки. Хорошее решение для уничтожения больших ордзомби или непрочных сооружений. Ладно, давай еще один динамит сделаем. Ну, короче, как бы вот. Динамит у нас теперь имеется. Это очень круто, но надо побольше взрывчатых веществ понаделать, чтобы сделать связку из динамитов. А на этом все. Если понравилось, то не забывай ставить лайк под видео, чтобы не пропустить следующих крутых роликов. Там Супроленд, например, или продолжение Зомби Эйсер. В общем, ты все сам знаешь. Ставь лайки, подписывайся и будет тебе счастье. Увидимся на следующих роликах.